Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И по вашим многочисленным просьбам, надо сказать, не только по этой, мы возобновляем наш рассказ о том, как вообще препараты психотропные действуют на печень. Нас просили рассказать о проксетине, о том, как он действует на печень. Мы возвращаемся к этой теме. У нас есть специальный плейлист. Пожалуйста, смотрите этот плейлист. В ближайшее время будет дополняться нашими роликами. Итак, мы придумали собственный подход к анализу гепатотоксичности препарата, то есть воздействию препарата, токсичному воздействию на печень. Для этого мы использовали несколько баз данных. Во-первых, база данных называется Ливертокс. Очень просим вас обратить внимание на эту базу данных. Очень хорошая, очень подробная информация на английском языке, но достаточно просто и подробно изложена. Конечно, мы используем базу данных Национальной медицинской библиотеки Соединенных Штатов по МЕД. Мы часто на нее ссылаемся. Конечно, здесь мы используем и отечественные тоже справочники. Справочник лекарств РЛС тоже достаточно подробно. Там очень много есть полезной информации. Итак, мы разделили все препараты на 5 классов гепатотоксичности. От А до Е. Причем А это худший класс, Е это лучший класс. Чем они отличаются? Класс А. Токсичность подтверждена. Есть достоверные сообщения о смертельных исходах. И всем больным в результате надо делать анализы, потому что иначе беды не избежать. Класс Б. Чуть получше. Токсичность подтверждена. Есть достоверные сообщения о смертельных исходах. Но анализы требуются только больным с патологией печени. То есть, здесь ситуация немножко поспокойнее. Класс С. Токсичность не изучена. Нет достоверных сообщений о смертельных исходах. Анализы не требуются. Но, сами понимаете, когда данных мало, то здесь возникает множество вопросов. Поэтому не самый лучший класс. Класс Д гораздо лучше. Токсичность установлена незначительная. Нет достоверных сообщений о смертельных исходах. Анализы не требуются. И самый лучший класс это класс Е. Токсичность отсутствует практически. Нет достоверных сообщений о смертельных исходах. Соответственно, конечно, анализы не требуются. Ну и рассказываем, когда мы о том, как препараты воздействуют на печень. Я хочу вам напомнить, долгое время об этом не рассказывали. Препарат может и очень часто, это так происходит, очень часто это бывает, в подавляющем числе случаях, вообще никак не действует на печень. Слава Богу, то есть все нормально. Но все же у некоторых больных это бывает не так уж и часто, возникает изменение в определенных анализах. Мы об этих анализах обязательно расскажем вам подробно, рассказывали уже, но и расскажем еще раз. Кто не помнит, пожалуйста, посмотрите наши ролики про это. Так вот, изменения в анализах свидетельствуют о том, что с печенью не все ладно. И если лечение продолжать дальше, не обращать внимания, то может возникнуть лекарственный гепатит. То есть это уже заболевание, которое сопровождается выраженным поражением печени. Ну и если все продолжать и не смотреть, не обращать на это внимания, то возникает тяжелое поражение печени, которое может приводить к острой печеночной недостаточности. Это уже всегда реанимация или синдром исчезновения желчных протоков. Это и реанимация, и операция. И, наконец, может просто наступить смерть пациента. Так вот, если рассматривать в этой системе координаты влияния пароксетина на печень, то мы увидим, что у одного из ста больных, еще раз подчеркиваю, у одного из ста, меньше даже, чем у одного из ста, изменяются анализы. У одного из 10 тысяч возникает гепатит. Известны всего лишь случаи. Что значит случай? Это значит, они очень-очень редкие. Это острая печеночная недостаточность и синдром исчезновения желчных протоков. То есть самое тяжелое поражение печени. Но нет ни одного достоверного случая смерти на пароксетине от поражения печени. В целом, такая картина, ну, вообще характерна для многих селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Мы, например, уже рассказывали о сертролине. Можете, пожалуйста, сравнить эту картину. То есть анализы 10 из 1000. Ну, то есть примерно то же самое, что и на пароксетине. Случаев гепатита, частота случаев гепатита не изучена. Мало известны, мало таких случаев. Но все-таки случаи тяжелого поражения печени есть. Хотя, опять же, нет ни одного достоверного описанного случая гибели пациента от поражения печени на фоне сертролина. Поэтому, в общем, эти препараты достаточно близки по этим характеристикам. Вернемся к пароксетину. Когда, через какое время ожидать развития гепатита, если не обращать внимания на анализ? Обратите, пожалуйста, внимание, что возникает как очень быстро, в течение двух недель, так и может эта ситуация возникнуть и через год после начала терапии. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на такого пациента. Это не значит, что этому пациенту надо делать анализы. Анализы не требуются. Но требуется всегда расспросить пациента о возможных признаках поражения печени при повторных осмотрах. Это необходимо делать. Таким образом, по нашей классификации пароксетин, как и многие селетивные ингибиторы обратного захвата серотонина, относятся к категории гепатотоксичности D. Токсичность незначительна. Нет достоверных сообщений о смертельных исходах. Анализы пациентам при приеме пароксетина какие-либо не требуются. Спасибо вам за внимание. Будьте нашими спонсорами. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравился этот ролик, жертвуйте нам деньги. Реквизиты счетов вы найдете в описании нашего ролика. Спасибо за внимание.